Здравствуйте, с вами Владимир Сидоренко. Я хотел показать сегодня станок GMT-2 в полной его красе. Для того, чтобы нам заточить маникюрные щипчики, необходим следующий дополнительный инструмент. Для этого нам понадобятся так называемые профиксы. Это некие втулки, которые помогают нам устанавливать круг. Предварительно мы его закручиваем в саму гайку. Вот такая операция делается один раз. Дальше я это могу положить на полку и использовать, снимая отсюда абразивный круг и устанавливая этот абразивный круг сюда. Для того, чтобы нам заточить маникюрные щипчики для кутикулы, нам необходим белый круг электрокорунт, который поставится сюда на правую сторону. Мы здесь делаем росточку суставов. Потом нам необходим будет алмазный круг 9А3. Там мы сформируем переднюю поверхность у щипчика. После этого мы установим шкурки, которые у нас крепятся на магнитах. И сформируем фаски и толщину фасок по щёчкам. И конечный круг у нас будет использован вулканит. Он нам необходим для полировки поверхности. Ну что, приступим к заточке. Для этого нам необходимо использовать респиратор в целях защиты лёгких очков. Это наши всё, точнее глаза. Приступаем. Для первой операции нам необходимо установить белый круг электрокорунт. Заточка начинается с росточки сустава. Работа проводится на круге из белого электрокорунта. При этом растачивается сустав как по верхней, так и по нижней части. Расточка нижней части производится на правой стороне круга. Задействуется его передняя поверхность и профилированная сторона. Работа производится для обоих полотен кусачек. Будьте внимательны. При расточке сустава есть опасность повреждения пятки. Этого не стоит делать. Верхняя часть сустава растачивается на левой стороне круга. Расточка проводится для того, чтобы обеспечить запас свободного хода. Результатом проведённой работы является увеличенное расстояние в суставе. Заточка передней поверхности производится на алмазном круге профиля 9А3. Для этого необходимо зафиксировать кусачки в манипуляторе станка. После чего следует настроить угол и произвести заточку. Периодически следует контролировать процесс. Зажим можно извлекать из держателя манипулятора. При этом угол заточки остаётся неизменным. Режим при заточке должен быть очень мягким. О качестве произведённой работы свидетельствует равномерный съём металла по всей плоскости. Передняя поверхность второго полотна затачивается аналогичным образом. После заточки передней поверхности следует устранить люфт в суставе, если есть необходимость. Для этого устанавливаем кусачки в устройство для кернения и лёгкими ударами молотка устраняем люфт. Смыкание должно производиться без заедания, а люфт должен отсутствовать. Для выполнения последующих операций следует произвести регулировку положения станка по высоте. Производим замену круга из белого электрокоронда на магнитную платформу. На неё устанавливаем диск с наклеенной абразивной бумагой зернистостью 320 грит. Вместо алмазного круга также устанавливаем магнитную платформу, на которую крепим такой же абразив. Приступаем к формированию фаски. Фаска формируется после настройки на требуемый угол манипулятора лёгкими движениями. И проверяем результат. Смыкание кромок должно быть ровным и без зазора. Фаски формируются по ширине. Необходимо обеспечить их размер 0,2-0,3 мм. Формирование производится вручную по щёчкам кусачек. Работа производится для обеих сторон. Обратите внимание, что задействуется магнитная платформа, установленная вместо алмазного круга. И не забывайте контролировать ширину фаски. Результат – фаски одинаковые по ширине с обеих сторон. Съём металла по обуху необходим для формирования схождения носиков, если есть необходимость в их коррекции. Операция выполняется вручную на абразивном круге. После этого заточка завершена. Осталось произвести полировку кусачек. Проверку качества заточки проводим на плёнке. Если рез чистый, без пропусков, инструмент можно отдавать заказчику. Теперь немного математики. Для расчёта мы взяли самые минимальные показатели. Самые большие затраты по времени и самую маленькую программу, которую нам предоставила наша студия заточки. И даже в этом случае цифры выглядят впечатляющими. На затрату одних кусачек тратится 20 минут. В день в среднем затачивается 7 кусачек. Затраты по времени составляют 2 часа 20 минут. При цене услуги 350 рублей в день вы сможете заработать только на этой операции 2450 рублей. Это 73,5 тысячи рублей в месяц или 882 тысячи рублей в год. Много это или мало – решать вам. Но цифра значительная.